Умлендер, Бездна, Поезд А, Фальшивый Черный Нуар, Сестра Сейдж и теперь Фейерверк. Прошли те времена, когда Семерка действительно была той, что была, с такими персонажами, как Старлайт, Королева Мэйв и Черный Нуар, который мог причинить вред. Один из новых членов группы Formidable – Фейерверк, также известная как Мисти Грей. Персонаж, который был представлен нам несколько эпизодов назад и был специально выбран Сестрой Сейдж шестым участником. У нас было достаточно времени посмотреть на нее на экране, но я подумал, я изучу персонажа и расскажу все, что о ней стоит знать, рассуждая о том, что с ней может случиться. Так что приступим. Вот объяснение Фейерверк из четвертого сезона «Пацанов». Только хочу предупредить, в этом видео будут спойлеры. Прошлое Фейерверк, можно сказать, что оно определило ее личность такой, какая она есть сегодня. Она также из тех, кто явно держится за прошлое, как мы видели, когда она вспомнила свою предыдущую встречу со Старлайт несколько десятилетий назад, когда они вместе участвовали в конкурсах. Как и большинство Супов, Фейерверк получила свои силы, когда Воут связался с ее семьей и предложил идею дать их новорожденному ребенку соединение Фи. После того, как они приняли предложение, она в конечном итоге получила силы и способности, которыми она обладает в настоящее время. Когда Фейерверк росла, она происходила из семьи, в которой было не так много с финансовой точки зрения, но не похоже, чтобы это сдерживало или мешало ей от попыток достичь своих мечтаний и своих целей. Поскольку она участвовала в конкурсе Супе, и она изо всех сил старалась довести свои программы до самых высоких стандартов, даже несмотря на то, что у нее не было места практиковать так свободно, как хотелось бы. Когда она была моложе, Старлайт была ее самой большой соперницей на сцене конкурса, и был один случай, когда она дошла до финала вместе со Старлайт. Тем не менее, Старлайт распространила слух о том, что Фейерверк она зашла так далеко, как в конкурсе, потому что она совершила определенные действия с судьями, что-то, что запятнало ее имя, и застряло с ней на сцене до такой степени, что она выпал. Вот почему в наши дни было так много ненависти к Старлайт, и Старлайт даже не помнила ни о ней, ни о том, что она это сделала, пока об этом не упомянули. Можно только представить, как это повлияло на ее детство, и астрокизм, вероятно, является главной причиной того, почему она в конечном итоге стала такой, какой мы ее видели. Кроме того, за пределами сегодняшнего дня мы также узнали в четверех серии шоу, что она работала вожатой в библейском лагере «Плаще для Христа», и пока она там работала, она была близка с 15-летним подростком, это было заснято. Воут смягчил обвинение, но ее истинное лицо раскрылось. Способности Петарды и ее место в Симерке сомнительны. Она лишь марионетка в планах сестры Сейдж. Основной способностью Петарды, откуда и происходит ее имя, является создание искр щелчком пальцев. Эта способность кажется неэффективной в битве. Это больше похоже на трюк, используемый для развлечения, а не в битве. Так что, по сути, ее главная сила ее не так усиливает. Другой аспект ее сил – это ее усиленная мощь. Мы видели, как она вступала в бой с Камико и была способна состязаться, однако, когда мы видели ее в битве со Старлайт, она была совсем разгромлена и не имела шанса против нее. Она фактически не нанесла ни одного удара, и если бы материнское молоко не остановило Старлайт, я действительно думаю, что она бы уничтожила фейерверк, так что ее мощь оказалась не так полезна в противостоянии с кем-то действительно достаточно сильным и заслуживающим быть в Семерке. В дополнение к усиленной мощности, многие, принимающие соединение Фетти, получают усиленную прочность, которая позволяет им выдерживать повреждения от других супергероев. Как я уже говорил об ее мощности, ее прочность была единственной причиной, по которой она выдержала столько бьющих ударов от Старлайт, которые она получила. Без этого она была бы мертва задолго до того, как Старлайт собиралась покончить с этим, так что это одна вещь, которая есть в ее арсенале. Последняя сила, которой она обладает, это еще одна вещь, которую большинство супов получают, когда они принимают В. И это улучшенный слух, который позволяет ей слышать более высокие частоты, которые не могут слышать люди. Несмотря на то, что это полезно, у этого есть и свои слабые стороны. Силы петарды на самом деле не такие уж и впечатляет, но единственное, что я бы сказал, это то, что у нее есть умение хорошо разговаривать с камерой и заставлять людей покупать мусор, с которым она выступает. То, как она может удерживать комнату, а затем привлекать их на свою сторону, впечатляет больше, чем любая из ее способностей, и мы видели, что она использует больше, чем свои реальные способности. Ее слабости. Многие слабости фейерверк проистекают из того факта, что у нее на самом деле не так много опыта в использовании своих способностей на практике. Мы видели это, когда она сражалась с Бутчером, Френчи, Камико и Молоком Матери. Она почти не знала, что делать, и в конце концов убежала после того, как проснулась, после того, как была нокаутирована. Суп должен быть в состоянии с легкостью справиться с трех людьми, но это было то, что она просто не могла сделать. Кроме того, высокая прочность, но она не так сильна. Она получила удар на событии и огромный урон от Старлайт, когда сражалась с ней. Хоть она крепче и выдерживает больше у Шерба по сравнению с людьми, победить ее легко. Чтобы обездвижить большинство супов, вам нужно включить звук высокой частоты, что поразит их слух и оставит без сил, что позволит вам начать атаку. Наравне с нею атакуя, я не вижу страха. Ее личность в игре. Файркрекер, как инфлюенсер. Она выдает слова, которые снимают. Люди хотят слушать, но она, чтобы набрать популярность, не верит в то, что говорит и стремится стать лицом широкой группы. Эта группа без цели и направления. Она, по сути, охотится на слабых, чтобы подпитывать свое эго, что говорит о ее персонаже. Она кажется заинтересована в Хоумлендере, хотя он не очень интересуется ей. Это, вероятно, потому что она жаждет власти, и он может ей это дать. Из-за того, что она могла бы сказать, что была с Хоумлендером в интимной связи. Файркрекер сказала несколько комментариев в адрес небелых, показывая свой расизм большую часть личности. Что произошло со Старлайт, когда они были молодыми, показывает, как она держится за вещи, влияющие на нее, и не забывает обид. Она не знает, что ее сейчас используют. Что, думаю, говорит о ее осведомленности вокруг нее. Что будет с Файркрекер? У Файрверк две исторические ветки, и, вероятно, она выберет один из двух путей. Первый — финальная битва Звездного Света и Файрверка, к которой, похоже, все идет. Тем не менее, мы уже видели эту битву в эпизоде 4, и Файрверк была разрушена. Поэтому повтор битвы, возможно, не будет впечатляющим. Но если это произойдет, то Звездный Свет в итоге ее убьет. Особенно потому, что, по всей видимости, Звездный Свет начинает зависеть от тьмы после всего произошедшего. Однако, поскольку Файрверк используется Сестрой Сейдж как пешка в ее плане помочь Хоумлендеру, и она, по сути, поставлена на огонь, чтобы вызвать удар, мы можем увидеть, как Файрверк осознает эту ситуацию. Возможно, она в конечном итоге присоединится к группе Звездного Света. И, возможно, между Файрверк и Звездным Светом произойдет примирение. Вряд ли это произойдет, это противоречит развитию в Пацанах. Но кто знает. В основе ее сюжета Сестра Сейдж и Хоумлендер используют ее против Старлайт. Это основа ее персонажа и продолжится дальше. Кажется, она не понимает, что происходит, Сестра Сейдж манипулирует ее. И они кажутся подругами, вместе став новыми суперами. Файрверк интересный персонаж, и мы будем продолжать видеть ее. Она не важна, как Сестра Сейдж и более расходная, но она доказывает свою значимость. Замечательные моменты, и ее личное соперничество со Старлайт – это то, что мне нравится смотрю больше всего. Вот и все. Объяснение петарды четвертого сезона сериала «Пацаны». Если вы хотите посмотреть больше видео о четвертом сезоне сериала «Пацаны» или «Поколение Фай», нажмите на карточку в верхнем углу.